И снова здравствуй, YouTube! Только что прошло грандиозное событие для всех любителей недорогих и крутых смартфонов, которые на бумаге ничем не уступают флагманам от А-брендов, но при этом стоят в 2, а то и в 3 раза дешевле. Речь идет о новеньких Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Еще показали Redmi 7A и ноутбук, но это уже отдельная тема для разговора. Перед тем, как начать свой рассказ, что это вообще за монстры такие, и напоминаю, что буквально вчера мы запустили розыгрыш смартфона Redmi K20 Pro. Для того, чтобы выполнить условия, нужно потратить не более 30 секунд. Идем в описание и знакомимся. Кроме этого, я напоминаю, что буквально после выпуска этого видео я запущу прямой эфир на своей странице в Инстаграме, где разыграю OnePlus 7 Pro и 11 пар наушников. Приходи, будет весело. Как я и говорил ранее, ничего кардинально нового производитель нам не показал. Большую часть презентации нам рассказывали о том, по какой технологии выполнена задняя крышка, как производитель достиг этого магического перелива, и что аналогов на рынке еще не было. Пишите в комментариях, какой цвет вам нравится больше. Красный, синий или брутальный черный. По материалам корпуса тут стандарт. Металл плюс стекло. Порт USB-C, аудиоджек не убрали. Уделили отдельное внимание звуку. По заявлениям Redmi, мультимедийный динамик будет выдавать громкий и чистый звук. Микрофон тоже прокачали. Обращаю внимание на габариты смартфонов и вес. Это будет не самое компактное решение на рынке. Объясняют это тем, что нужно было искать место для емкой батареи, сканера в дисплее и прочих фишек, которыми наградили смартфоны. Много говорили о том, что дисплейный сканер работает быстрее, чем у конкурентов. И главное, область срабатывания стала больше. Теперь вы не будете думать, куда тыкать палец для того, чтобы разбудить свой аппарат. Особенно заморочились над цветопередачей дисплея и продвинутой функцией DC Dimming, которая не только лечит от шима, но и не вредит цветопередаче. То есть Redmi самостоятельно доработали эту технологию под свои смартфоны. Странно, но при наличии самого мощного мобильного чипа, на презентации распинались о фирменном игровом режиме Game Turbo 2.0. Скорость отклика тачскрина стала молниеносная. Плюс появились различные фишки по типу осветления темных участков изображения. Позаботились с Redmi и над системой охлаждения. По начинке тут тоже чудес не произошло. Как я уже сказал ранее, версия Pro получила топовый процессор от Qualcomm. K20 оснастили чипом Snapdragon 730. Пожалуй, это и есть главное отличие между новинками. Варианты памяти перед вашими глазами. По камерам я тоже не увидел ничего нового. Стандартный сет из телевика, широкого и сверхширокоугольного модулей. Фронталку научили программно увеличивать угол обзора. Для тех, кто не в курсе, тут используется выдвижная конструкция. Пожалуй, одна из основных фишек, которая точно порадует всех фанатов, наличие модуля NFC. Наконец-то это свершилось. Redmi с NFC. Еще одно отличие между смартфонами, разные технологии быстрых зарядок. 27 ватт против 18. В остальном новинки схожи. А нет, их еще отличает стоимость. За K20 официально будут просить от 290 долларов. За K20 Pro от 360. Я считаю, что это низкий прайс, во всяком случае для старта продаж. Через пару месяцев их можно будет спокойно покупать на Алиэкспресс за эту же сумму денег, только с доставкой. Xiaomi снова удивили весь мир и доказали, что флагман может стоить адекватных денег. Да, тут нет полноценной влагозащиты, нет беспроводной зарядки. Но в отличие от Pocophone, эти смартфоны, они не выглядят дешманскими. И учитывая их низкую стоимость за все вышеперечисленное, я уверен, что они будут пользоваться спросом у миллионов людей. А я, как всегда, постараюсь в числе прочих раздобыть эти новинки для теста. Не забывайте участвовать в наших розыгрышах, подписываться на канал, ставить пальцы вверх, делиться роликом со своими друзьями. И да пребудет с вами Android. Пока-пока.